Добрый день Инспектор патрульной службы НИКО Движник с крайней левой При свободной крайней правой Покажите, пожалуйста, водительский, арестрационный Можно удостоверение ваше сразу, чтобы я не забыл, кто вы такой? Да, пожалуйста Никонов Иван Владимирович Скажите, Никонов Иван Владимирович Вы на московске продолжаете по-прежнему на постах заниматься хернёй, да? Да нет, вроде бы Вроде бы А я вам объясню, почему вы вроде бы продолжаете заниматься Вот из покойных веков этот пост был самый дырявый в Днепропетровской области и самый коррупционный Что с вами только не делали Ловили вас, увольняли Вы как были, блин, коррупционерами, так и остались Какой левый ряд при свободной правой? О чём вообще идёт речь? Что у вас куча стоит дальномеров остановленных вопросов? Я знаю, ну я знаю, знаю и покажу Знаю, вот, вот вся ваша суд работы Вот, вот, вы остановили вот этих чудил и всё И начинаете им Антона нано скрипить Что будем с ними делать, сколько бабла взять А пока эти чудики ваши стоят Вы третий неудел Что делать? Что на посту на этом дырявом можно ещё найти? Конечно же, левый ряд при свободном правом Это ужасное нарушение Нет, нет, это ужасно И сейчас мы за него будем составлять постановление Да? Да, это смешно звучит, но мы будем это сейчас делать С вами, а что делать? Там больше ничего не остаётся Как идти составлять постановление На вашем дырявом посту Ой, как вы мне дороги все здесь И что, много здесь таких ужасных нарушителей Которые едут по левой полосе при свободной правой Сколько вы уже предотвратили таких ужасных сегодня нарушений На этом участке дороги, хочу понять Ну вообще, как вот это Как вот суть тела вы сегодня повлияли на безопасность дорожного движения Вот сейчас мы отпустим вот эту фуру как раз заодно А вы мне расскажете, как всё-таки ваша конкретно работа Как нового полицейского Повлияла на безопасность дорожного движения На данном участке дороги сегодня Я думаю, повлияла Повлияла, всё же хочу понять Я как налогоплательщик хочу понять Насколько вы были эффективны сегодня Сколько вы таких, как я, нарушителей здесь ужасных Сегодня остановили и наказали Ну как это? Это шутка ли? Ничего себе! Ехать в левом ряду при свободном правом Это серьёзное нарушение Мы сейчас посмотрим его Здравствуйте! Наконец-то ловчим увидел Воги, воги Воги, воги, воги Воги, воги, воги Воги, воги К сожалению, в виде офисации Мы попадать не сможем Ведётся Кто-то изменил пароль К сожалению, я не могу Ну звоните вы и сняйте Я подожду Раз я уж пришёл Наконец-то ловчим увидел Все, молодцы Четыре единицы Четыре нуля Они не работают? Нет Я понимаю, вы работали в старом ГАИ? Да нет Воги, в полиции работали? Ну все это Может надо просто или кепку одеть Или как-то соответствовать форме Тогда не будут думать Что вы работали в старом ГАИ? Потому что вы выглядите Вы так, как будто работали Да нет Нет, не работаю Не в курсе, да, что вот эта кухня была Градообразующим предприятием города Новомосковска Работа реально кипит у вас Ничего не слышали Что там не будет? Ракурс с этой стороны К сожалению, чёткой картинки не будет Сейчас посмотрим Это установили В нем или нет Да, тоже, да, наверное, остановили Вот, инспектор останавливает Тоже за движение в левом ряду Да, я смотрю, у вас тут это прямо Процветают у вас эти нарушители здесь В левом ряду А дорогу вы не хотите помочь залатать В правом ряду? Нет, вот здесь вот Где вы знаки стоп выставляли Всю жизнь Которые раздолбали дорогу Нет? В каком ряду? Вот покажи рядность мне вот здесь вот Чтоб я понимал просто рядность вот вообще Не то, чтобы я отрицал Мне просто интересно, что на этом видео Как можно определить рядность Чуть-чуть назад можно это отмотать? Чтоб понять Ну и что там с рядностью? К сожалению, ничего не видел Ну ничего, будем составлять Что делать? Давайте Документы на автомобиль Вы же в курсе, что это не предупреждают? Александр Да, Александр Смотрите За отсутностью доказы Не-не-не, я не отрицаю Вы не отрицаете то, что вы бегали по левой стороне? Конечно Не, ну нельзя же нарушить ряд Тем более такое нарушение Ну и такое нарушение на посту Целый пост поставили здесь Для того, чтобы такое нарушение фиксировало Давайте-ка мы с вами, знаете, что сделаем? Составим постановление на меня А потом вместе, всем вашим друзьям, коллегам Рапорт о том, чтобы здесь правую полосу Мы наконец-то закатали А? Как это будет? Вот мы возьмем все вместе Вместо того, чтобы сидеть и рыться в телефоне Пойдем и все напишем одно маленькое Красивое, красивое заявление Рапорт Где вы все подпишетесь, а я буду инициатором Чтобы наконец-то вот эту правую полосу Раздолбанную Единственное место возле постанового Московска Наконец-то заделали После того, как здесь стоял знак стоп-контроль И все фуры, которые вы здесь систематически тормозите Раздолбали эту правую полосу В которую ехать невозможно А если вы сомневаетесь Я приглашаю вас присесть В мой мини-купер И я вас сейчас в вашей официальной заднице Прокачу по этим всем ямам И вы почувствуете, какая там правая полоса И все И у вас вопросы отпадут Почему водители принимают левую полосу Вместо правой Хотите попробую? Давайте сделаем что-то полезное сегодня Точно так же катают Классно! Так вы еще умудряетесь за это штрафовать Или брать бабки Вы-то понятно катаетесь по этим же дорогам У вас нет самолетов Ну так вы в силах что-то изменить А я нет, давайте я Напишу просьбу Вы всем рапорт напишите Мы подадим это в дорожную службу Выпишем на них лучше постановление Накажем мы И может быть что-нибудь изменится на этом Конкретно в вашем участке дороги На котором вы здесь сидите каждый день Как вам такая классная идея? Вместо того, чтобы искать Кого здесь остановить в левом ряду Я не ищу Кого остановить Ну меня вы нашли Сегодня прям на удачу На вашу Ну так как вам такое предложение? Вы имеете полное право Попросить вас написать рапорт? Давайте Вы пишите на меня все-таки постановление Я вам документы дал А мне дайте там Я не знаю Книгу вашу поста А можете присоединиться Любой из ваших полицейских Может присоединиться И написать рапорт По поводу состояния дорожного покрытия На веленом ему участке дороги Где он несет службу Для того, чтобы улучшить этот мир И в частности этот кусочек дороги Значит инспектор Чтобы вам было понятно Тоже почитаем Прошу принять меры К участку дороги Возле стационарного поста полиции Номер написал М29 Участок дороги А именно устранить неровности дороги В правой полосе По направлению в город Днепропетровск А также составить административные материалы В отношении дорожной службы За ямы и выбоины На участке дороги По направлению в город Харьков Достаточно понятно, да? А теперь я прошу На основе вот этого Вашего РОСУПЕР Передать, чтобы мне тут написали ответ А вас, как полиция Составить на дорожную службу Административные материалы За то, что Дорога находится в ненадлежащем состоянии Что по постановлению моему? Как долго я буду ожидать его? Супер-по-лог Как? Супер-по-лог Вы в планшете составляете? Да Давайте так Вы сейчас пишите рапорт Я вам говорю вполне серьезно О том, что Дорожное покрытие Возле вашего поста Не соответствует Не отвечает Безопасности дорожного движения И просите дорожную службу Это устранить Я это фиксирую И еду дальше Хоть какая-то польза От вашего поста Когда сегодня будет? Когда сегодня будет? Когда сегодня будет? Когда сегодня будет? Я сделал тоже по этому же факту запись. Я хотел бы так же, чтобы когда ваше руководство будет давать ответ, я обязательно заеду. Я зарегистрирую сегодня. Если вам не сложно, пожалуйста, напишите на моем заявлении внизу номер регистрации, когда вы это отдадите, чтобы я мог отследить это. Мне важно понимать, этот рапорт будет на него реакция или нет. Это дальше уже... О, зарегистрируется, он будет сто процентов. Нет, это я понимаю. Пожалуйста, там в журнале, если можно, ответ мне в установленный законном сроке, я обязательно это проконтролирую. Да, сегодня я передал руководству, что я звонил. Документы вы все забрали, да? Да, все документы забрал. Ну, забрал. Ребята, новомосковский пост ГАИ, все его хорошо знают, много здесь было взяточников, которые здесь впустили бесконечно. Сейчас их поменяли вот эти новые, как это говорит, лица с горящими глазами, как говорит Аваков. Вот это они, только что глаза их горели, вы могли видеть. Занимаются, в принципе, той же самой херней. На этом посту особо нечем заниматься после того, как забрали измерители скорости. Здесь есть знак стоп-контроль, который систематически используется. Я его просто выставляю, тут долбят здесь всех по утрам. Здесь есть просто кормилица, двухрядная полоса движения в одном направлении. То есть можно ехать в левой полосе при свободной правой и получить за это штраф, оплатить его на месте. Как выглядит дорожное покрытие, я вам сейчас продемонстрирую, чтобы вы понимали. Не бойтесь, пишите заявление, обязательно останавливайтесь. Не ведитесь на вот такие разводки, когда вам втирают, что вы нарушаете, это полная ерунда. Видели, как это все происходит, видели, как люди подготовлены с точки зрения законодательной базы, как они вообще разбираются в законах и прочее. С момента моего приезда на полос вы можете лицезреть. Все остановилось здесь, тишина, патруль один вообще просто уехал. Больше здесь никого не останавливают. Машины проезжают спокойно, обратите внимание, в левом ряду, потому что действительно проехать здесь в правом просто невозможно. Здесь просто нет дороги, ее полотали кое-как. Но вот там вот чуть пораньше ее просто нет. Поэтому бизнес-уголок закрылся, по крайней мере на время моего присутствия. Всем удачи, друзья. Пишите комментарии, подписывайтесь на канал. До новых встреч. Пока. Бью, трыть, трыть.